Всем тихой ночи! Наше традиционное голосование, путем оставления комментариев за какую-то тему из мира SCP, наконец привело нас ко второму хитоту — хабу из вселенной SCP, наполненной космической пустотой погибших миров и древними божествами. У фонда SCP есть такой предмет как SCP-475 — фигурка Папы Римского, которая при взаимодействии с человеком, исповедующим любую организованную религию, приводит к различным локальным изменениям реальности. Фонд очень любит подвергать воздействию этого объекта представителей самых разных учений, и вот однажды в распоряжение фонда попал человек, утверждающий, что он исповедует учения Церкви Второго Хитота. При контакте с фигуркой человек заговорил на неизвестном языке, при этом на его лбу появилось пятно в виде семиконечной звезды. Кроме того, после воздействия он проявил глубокие знания ритуалов и символов артатанского культа, который уже был известен фонду. Язык, на котором говорил тот человек — язык, связанный с ритуалами древней малоизученной секты артатанцев, долгое время оставался загадкой для фонда, и прорыв в его расшифровке случился только после обнаружения SCP-2417. Объект этот представляет собой кусок бумаги, который поглощает попавшую на него кровь, и умеет сам складываться в фигурой оригами, предпочитая при этом форму семеногого осьминога. А кроме этого, объект разговаривает на английском и том самом артатанском языке. Говорящий кусок бумаги охотно помог фонду разобраться в странном промотании культиста, а также рассказал, что он сам поклоняется кровавому космическому божеству, одному из святой семерки божеств, которое получилось, когда семеро смелых воинов расстались со своей смертной формой для того, чтобы сражаться с монстрами из внешних реальностей. Дело было не в нашем мире, а в том, что был до нашего, и эти воины не смогли защитить свой мир, первый мир. Почти все семи воинов-божеств были уничтожены или исчезли при неизвестных обстоятельствах, и только один, что был четвертым, остался. Он пришел во второй мир, то есть в наш, чтобы продолжить свою вечное сражение с существами пустоты. Теперь он стоит на страже входа в наш мир и не пускает существ из бездны к нам, а взамен просит исполнения кровавых ритуалов. Такие вот у него странные вкусы. Да, наш мир – это второй хитот, а тот погибший – это, соответственно, первый. Церковь второго хитота – это кружок поклонников этого четвертого воина на Земле. Еще SCP-2417 рассказал, что он не всегда был говорящим куском бумаги. Когда-то он был обычным человеком, но когда учился в колледже, встретился со странными ребятами и покатился. Один страшный ритуал, затем другой. И вот теперь он не человек, он регами. В конце SCP-2417 написано, что страж нашего мира слабнет, и монстров пустоты скоро станет некому сдерживать. Результаты этого не заставили себя ждать. Символы культа артатанцев начали попадаться в самом неожиданном месте из всех возможных – прямо на солнце. Явление, известное как SCP-1548 заключается в том, что на ближайшей к нам звезде время от времени начали появляться мистические знаки, точно такие же, какие были в ходу у безумных культистов. Это уже вполне себе повод повнимательнее присмотреться к этой секте, но вскоре поводов стало больше. Появившиеся символы сильно изменили мир вокруг. В объекте SCP-1548 написано, что свет из окружающей вселенной перестал попадать в Солнечную систему, то есть на ней пропали звезды, и фонду пришлось распространять информацию о том, что Солнечная система вошла в плотное облако космической пыли. Однако вскоре вокруг начали происходить вещи, которые фонду уже было так просто не объяснить. С 2016 года в том мире мультивселенные SCP на планете начали повсеместно происходить различные мистические события. Открывались порталы в другие измерения, оттуда выходили странные ребята в балахонах и монстры, везде происходили случайные выбросы пустотной энергии. При этом у фонда хватало и своих забот, потому что на лунной базе SCP пропал объект SCP-2821, который при своем исчезновении разрушил половину комплекса. SCP-2821 это небольшая область истинного вакуума, которая была интересна еще и тем, что из нее исходили радиопередачи. В некоторых из них были записаны послания на языке, который знали культисты церкви Второго Хитота, того самого, что назывался Артатанским. События SCP-1548 повлияли и на другие связанные объекты. Например, свое поведение значительно изменило объект SCP-3417. Этот объект это космический организм, который летает где-то в далеком космосе и время от времени испускает радиосигналы, в которых содержатся сообщения на все том же артатанском языке. Из этих сообщений можно узнать о древних битвах, по всей видимости на других планетах, а может быть и в других мирах. В них же упоминается тот самый божественный Четвертый Воин. Фонд, конечно же, нашел способ допросить существо. Из этого общения стало понятно, что Артатанцы это целая внеземная цивилизация, которая существовала задолго до появления человечества и широко представлена в самых разных уголках космоса. Да, тут хаб Второго Хитота переплетается с другим, под названием Ад Астра Пер Аспера, где фонд исследует космос и планеты, погибшие цивилизации. Но это отдельная тема. В хабе Второго Хитота же, когда на Солнце появились странные символы, SCP-3417 вместо древних легенд начал передавать сообщения совершенно другого характера. Существо сообщило о том, что начинается Второе Вторжение, и что все создания этого мира должны бороться с ним, включая и богов. Во время этих событий фонд перешел на режим строгой изоляции и запустил проект Серафим, в рамках которого был запущен космический корабль, долетевший до границ Солнечной системы. Серафим обнаружил там плотную стену из мистических символов артатанцев, настолько массивную, что она накрыла собой всю Солнечную систему. Но самое ужасное, что за пределами ее обесновались бесконечные полчища монстров пустоты. Последний кадр, который дошел до Земли от Серафима, показал, что вся окружающая Вселенная уничтожена. Дальнейшие космические события относятся уже к другому хабу, тому, что называется Адастро Пераспера, то есть через терник звездам, где фонд колонизирует пустой космос и борется с монстрами в нем. Но про саму церковь Второго Хитота есть еще немного сюжета. В 2017 году фонд начинает срочное исследование всего связанного с происходящими вокруг событиями. Однако, как это часто бывает, найти следующую часть пазла удается случайно в ходе испытаний аномальной бурильной машины SCP-2226. Когда этот, в прямом смысле стальной монстр, прорывал для фонда очередное подземелье, он наткнулся на ранее неизвестную систему пещер. В этих пещерах группа МОК фонда обнаружила несколько металлических сфер, окруженных статуями странных существ и останками этих же странных существ, состоящих из эктоплазмы. Существа были живы и плавные понимали артатанский язык, вернее, как живы. Эктоплазмы – это то, из чего во вселенной SCP состоят призраки, то есть они были духами тех пришельцев. Они оказались представителями древнего космического вида, знакомого с артатанской культурой, который пытался колонизировать Землю 700 миллионов лет назад. Однако, колонизация не удалась, и большинство поселений этих существ было уничтожено, а их технологии, соединяющие в себе технику и мистику, были практически полностью утеряны. Однако, кое-что осталось, и фонд получил в свое распоряжение пару козырей для борьбы с грядущим нашествием монстров пустоты. В 2019-м, в ходе бурений Южного полюса, была найдена еще одна стоянка подобных существ, теперь обозначенная как SCP-4431. Для общего сюжета не слишком важное событие, но история исследований ледяных пещер сама по себе интересная. Безумие, безысходность и борьба с неизведанным прилагается. А еще, копаясь в земле и найдя там древнюю девицкую штуку, известную как SCP-3140, фонд узнает, что еще в древности мира SCP разные группы артатанцев отметились в войнах с девитами. Например, существовало целое артатанское царство, которое предположительно создал прилетевший на Землю представитель этой цивилизации, давшей людям технологии, которые позволили им продолжительное время бороться с ордами Дева. Тема древнего артатанского царства на Земле подробно раскрывается в объекте SCP-4017. Да и вообще, этот объект добавляет всей истории церкви Второго Хитота много деталей. SCP-4017 – это призрак героя древнего артатанского царства, который последний раз был живым человеком 11 тысяч лет назад, и который существует до сих пор, хотя в виде сгустка эктоплазмы, и выступает в качестве защитника для последователей культа Второго Хитота. Он появляется в самых разных исторических эпохах, связывая древнее доисторическое царство, основанное артатанцем, с современностью, где уже появляется церковь Второго Хитота. Из этого объекта мы видим, как учение, полученное от древнего пришельца, прошло через толщу времен, через секты и разные мистические учения, и пришло в наше время в виде шайки сектантов в одном из колледжей. Таковы события Второго Хитота – мира, где фонд SCP столкнулся с древними космическими божествами из погибшей вселенной, в результате чего сам этот мир встал на грани уничтожения. Однако для фонда SCP это было лишь поводом создать мощный аномальный флот и дать достойный отпор существам из пустоты, о чем повествует уже другой хаб. А пока как обычно. Оставляйте комментарии о том, какой хаб или явление из мира SCP мы будем разбирать в следующий раз, за что будет больше комментариев, о том и будет видео. А пока всем пока!